Об итогах жатвы глава района Владимир Ханбеков рассказал Александру Ткачеву во время рабочей встречи с губернатором. По словам главы региона, такой урожай – это достаточно высокий показатель, особенно для самого северного района в крае. Год был для вас выдающимся и по урожайности, и по волоке, я думаю, что рекордным за всю историю района. Здесь вы значительно прибавили, и, конечно, в этом заслуга, прежде всего, огромной армии, наших крестьян, всех переработчиков. И те, кто работает на земле, и, конечно, это все скажется на состоянии бюджета, прежде всего, самого муниципалитета. Я знаю, что уже практически миллиард рублей, значительный прирост, потому что все-таки главный фундамент и базис вашей экономики – это, конечно, аграрный сектор. Поэтому очень хотелось бы, чтобы эти темпы закрепились, и так же и в следующем году. Активно развивается сельская, высокая культура, земледелие. У нас нет ни одного квадратного метра брошенной земли. Все обрабатывается, все 237 тысяч сельхозугодий, из них 200 тысяч пашни. Самый крупный район в Краснодарском крае. Владимир Ханбеков также рассказал, что высокий урожай позволил увеличить местную казну. В этом году бюджет района стал миллиардным, а еще несколько лет назад едва превышал 350 миллионов. Заработанные деньги помогли социально-экономическому развитию. В Кущевской завершили реконструкцию центрального стадиона, открыли новый большой спорткомплекс ледовой арены. А по краевым программам в районе сейчас модернизируют больничные отделения. Для них закупают новое оборудование. В планах в этом году и строительство четырех офисов врачей общей практики. Мы уже многое сделали вместе с краем. Построены такие социально важные спортивные объекты. Но мы должны дальше идти в вопросы газификации, водоснабжения, отдаленных поселений, станиц, в которых поживает огромное количество людей, которые, конечно, тоже ждут, когда элементы цивилизации, благоустройства придут к ним в станицы. И, естественно, все расскажется на комфортности жизни, на вопросах жизнеустройства. Поэтому задача в ближайших лет, в общем-то, с учетом всех краевых программ, мы должны поднять и вопросы здравоохранения, и социальное обеспечение, и, конечно, благоустройство. В свою очередь Владимир Ханбеков заверил, что газ сегодня есть практически во всех станицах, хуторах и поселках. За последние 8 лет на магистрали для голубого топлива потратили почти 1,5 миллиарда рублей. Годифицировать осталось всего 4 станицы. Сделать это планируют уже в следующем году по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских поселений». Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ